доброе утро всем едем на работу на улице сегодня такой дубак ветроган холодно вообще ветер был эти дни ну блин он теплый какой-то был а сегодня вообще дубок вообще не знаю что надевать но я посмотрела по своей метеоро метеостанции что там холодно и при надела жилеточку вообще дубак такой даже как у дима настоящая все погода шепчет короче в общем погоду вам рассказала поехала я на работу пришла домой и дома у нас начинается вот так какая грязюк это не птичка это хрю-хрю хрю-хрю какой же ты но я в принципе знала об этом поэтому поэтому все схвачено да хрю-хрю что-то он как-то не очень ест вот это вот ну клюет но не очень сегодня опять у него свалился твою мать смотрите какой у нас ветроган и опять все свалилось но твою дивизию а сейчас пойду убирать все так вот так и живем кстати задолбал ветер а не чуть до этот хороший до птичка чутье смотри до землю не буду пока убирать потому что ветер холодно но его нафиг потом даю ее и не соберешь как и соберешь он все выдавать но вообще как утроган но на завтра уже передают что все ветер уйдет вот вот у нас такой февраль должен был быть а не март вот февраль как говорит здесь феврер локу сумасшедший февраль вот он такой должен быть но погода поменялась и решила что в марте так должно быть ну ладно спорить не будем даже если бы и спорили все равно бы не выиграли спорт с природы как поспоришь в общем я сейчас пойду себе лапшу отваривать вот и кушать я кушать что ли сегодня не пойму какая вчера чай на ночь выпил ну как на ночь в 10 выпила чай наверное от этого 12 у меня все у меня режим кстати я уже много раз говорила я в 12 иду ложиться спать и ложиться спать во сколько сну это еще не не факт что в 12 могу в час в 2 могу в 3 но мне нужно важно что мне нужно кстати машинку поставить лечь в 12 потому что иначе могу всю ночь бодрствовать а это не есть хорошо пойду машинку ставить стирать высохнет сегодня все за пять минут если конечно не улетит обед мой готов приступаем к трапезе еще надо посуду разобрать но это попозже в общем всем приятного аппетита хорошо конечно отдыхать но нужно сейчас быстренько собрать сумку в спортзал нет сначала пойду белье сниму чтобы она не улетела если она не улетела и там у меня спортивная одежда тоже вся потому что потом быстренько с работы приду и в спортзал мне ничего не улетела все нормально так вот все спуталась ну ничего разберемся за вами пришлось подниматься потому что я вас оставила наверху сложила белье я складываю сразу наверху в тазик а потом просто раскладываю и все время для нас осталось три минуты для того чтобы приодеться и бежать машине чуть сегодня даже на улице не побыл ну ничего ему здесь хорошо он хорошо поет заливается почему-то если он всегда только из той кормушки из этой он так не очень так вот у него игра туда-сюда летать да про тебя разговариваю так что вот так тазик на своем месте это тазик чая который я пила пол-литровый сделала с фруктами и попила и поела пошла переодеваться так вот мы и работаем хотела вот просто с вами поделиться знаете чем облепиха я даже не знаю как она по-испански надо посмотри ой моя принцесса ты моя лапа ой господи есть и воднюшки прокалывали смотрите слезки все ты моя лапа такая красивая ты господи издеваются над моей лапой такая большая уже вообще ладно мы не про это вот и как говорится в испании все есть а чего нету можно заказать в принципе наверное как и в любой другой стране вот например облепихи хочу чай с облепиха вы что думаете эта проблема нифига никакая не проблема у нас есть группа девочка которая в льму некоре у нее свой магазин и она русские товары при за продает такие у нее все всегда есть там пряники там я не знаю в общем у нее все есть как в париже а чего нету вот она сейчас прислала и говорит типа на следующей неделе еду за товаром заказывайте что хотите вот и мне вот шла думаю чай с облепихой хочу я написал говорю мне замороженную облепиху пожалуйста любой каприз за ваши деньги еще морскую капусту сказал чтобы она мне привезла даже кимчи привозит представляете в общем я много раз снимала у нее в магазине вот так что когда говорят типа что того нет в испании или этого нет в испании кто ищет тот найдет все есть например россии тоже не все есть не всегда есть там очень много всяких вкусняшек таки но допустим есть такие вкусняшки которые в испании продаются в россии нет или там в раз не знаю у каждой своей страны своя вкусняшка и даже знаете дело не в не в этом мы наверное здесь вот русские которые живут за границей не в испании вообще вообще застры за границей у нас какая-то как знаете как ностальгия что ли вот нам хочется пломбир в стаканчике вот нам хочется может быть жили бы мы в россии мы этот был пломбир в стаканчике и не ели мы бы ели какие-нибудь из кимо мороженое заграничное или еще что-то нам вот хочется селедку знаете чтоб сами почистить может быть россии уже нихрена ее никто не чистит продают покупают все в баночках разделанные все того а нам вот чтобы она почищенная да и за ведра вот знаете такое вот или что-то вот салат какой-нибудь оливье на на оливье нас тянут может быть россии уже это оливье ни хрена никто и не ест а мы вот едим и вот хотим у нас вот в памяти осталось даже это не ностальгия даже вот я про себе думаю иногда думаю про себя вот что-то знаете хочется не не жизни вот который я жила там да на там лучше было хуже а хочется наверное знаете чего вернуться и даже не вернуться а той жизни вот например когда не было ни хлопот ведь 18 лет совсем все по-другому смотрится вот я себя вспоминаю у меня не было каких-то там страхов у меня весь мир был по колено и вот я скучаю по тем ощущениям они по тем жизненным ситуациям там по тем временам я скучаю по тем ощущениям которые у меня были которые уже ни хрена не вернешь живи я в россии в испании в америке хоть где мне кажется если у нас было счастливое детство и счастливая юность мы всегда будем хотеть туда вернуться по крайней мере у меня так если у вас по-другому пишите в комментариях мне очень интересно я просто иногда вот так задумываю что почему вот там я приезжаю там мороженый этот пломбир стаканчики ем или знаете даже чего хочется я вот летом ищу вот вот стаканчиков бумажных продавался сарбет сарбет что ли ягодный блин какой вкусный я здесь его искала нашла кстати в лиддале очень сарбеты вкусные продавались и может быть в россии их нихрена уже не продают и никто их уже не хочет а у меня вот такое вот желание иногда возникает да поэтому мне кажется это не потому что домой тут нету вот поэтому вот там испании говно здесь вот нету пломбира в стаканчике может его никто уже не где-то никто не ест только вот мы хотим ой вот так вот такие вот у меня размышления поэтому вот видите закасала себе облепих буду пить облепиховый чай там много витамин и потихоньку работать да у нас потеплело но витрога вообще пойду дальше смотреть в инстаграме мою мою солнышку ну а Субтитры сделал DimaTorzok На пляж, который всегда ходим, не получилось поехать, потому что там дорогу какую-то перекрыли и какую-то там работу ведут. Дорогу, видимо, ремонтируют или еще что-то объезжать. Я не стала время терять и решила поехать на наш Матрильский пляж, на котором мы гуляем каждый выходной. И вот мы погуляли, теперь едем домой. Чарли в неположенном месте, но нам тут ехать буквально немножечко. И надеюсь, что нас никто не поймает. Ветер просто ураганный, все сносит. Все глаза, рот, нос, все забито пылью. Вообще, ну ничего, сейчас все это у меня потом смоется, потом. У меня и времени 10 минут, чтобы доехать для дома, переодеться и выйти из дома. Успею? Успею. Все у меня получится. Мне вот этот вид всегда нравится. Это вот наш город с пляжей, если ехать. Наш город разделен на две части. Пляжная часть и вот основная. И вот основная это вот там. А сейчас еду по рамбле, по которой, когда идет дождь, и из гор стекает вода, вот она стекает по вот этой рамбле. Река такая образуется, когда много-много дождя. Здесь же дождь, если польет, то польет не три капли, а прямо врух. И вот все воды с гор спускаются вот по таким рамблам. Их в городе, на и штуке, три или четыре. Талькампа у нас. Талькампа у нас. С голодухи и капуста очень вкусная. В общем, наверное, все и так понятно. Хочу на завтра сделать такую тушеную капусту с картошечкой, с морковочкой. В общем, все дела. У меня есть огурчики вкусные, маленькие. Вот я с ними салатик сделаю. Ммм, как будет вкусненько мне завтра. Вот это будет завтра. А сегодня я, наверное, доем клубнику. Она совсем пропадет. У меня есть столько вообще. У меня есть и есть еще. Смотрите, сколько ужин. Когда я ее всю съем. Вообще. Ну все, друзья. Это пускай делается. Я сюда припавки разные добавила. Вот. Пускай тушится себе на медленном огне. Без огня. А я пойду отдыхать, смонтировать влог. Зубы чистить. Мандаринчик. Доедать. И прощаться с вами. Встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok